Вторая часть разбора эпичного кино про гвинпинов и их связь с плоской землей. Напоминаю, что в предыдущем эпизоде мы выяснили, что дамочка-то не орнитолог, и при этом зачем-то нам врет даже в самых банальных мелочах. Что нас ждет впереди? Хочу еще одну фразу почитать, которая тоже на самом деле очень важна. Императорский пингвин, несмотря на гордый вид и название, очень осторожен и даже пуглив. Это, кстати, информация из Википедии. Многие попытки окольцевать его не увенчались успехом. Кстати, эта информация по каким-то другим источникам уверенного подтверждения не находит. То есть где-то, да, где-то говорится, что, например, в период, когда пингвины вынашивают, высиживают яйца, или там возятся с младенцами со своими, они становятся более тревожными, потому что у них ограничена мобильность, и быстро двигающиеся в поле зрения какие-то предметы вызывают у них стресс. Но ученые нашли способ, как это обойти. Они используют роботов, замаскированных под пингвинов, таких роботогвинов или пингвоботов. И тогда пингвины совершенно спокойно смотрят, что рядом с ними что-то приезжает и перестают волноваться. В других, гораздо более распространенных источниках, описывающих, вероятно, жизнь пингвинов в какое-то другое время, в какой-то другой период, там говорится прямо противоположное, что они на самом деле очень любопытные, что они общительные, и что они приходят поглазеть на людей, даже если нужно пройти очень немаленькое расстояние. И это можно понять, потому что они живут в ледяной пустыне, где ничего не происходит. А тут вдруг какой-то движ разноцветный, какой-то непонятный. Они, естественно, приходят и такие, что это такое? Как интересно! И, вероятно, причина такого поведения в том, что человек для них еще не успел стать угрозой, которую действительно стоит бояться. А естественные враги пингвинов на людей не похожи. Поэтому у них и не включается реакция убегания. То есть, если это был бы какой-нибудь тюлень, они бы от него смотались. Но от человека, ну, какой-то странный пингвин, очень большой. Но пингвин явно, ну, две ноги, две руки. Значит, пингвин. На ютубе можно найти видеоролики, которые вот иллюстрируют эту ситуацию, что пингвины очень любопытны. Абсолютно не боятся приближаться к людям и даже, как бы, проводят ритуал приветствия. Насколько я знаю, пингвинов не кольцуют на лодке. А лапы по причине самые банальные, что у них лапы очень короткие. То есть, такое кольцо, во-первых, будет быстро изнашиваться, а во-вторых, мешать птице и ходить, и плавать. То есть, портить ей нервы. А зачем это надо? Ну, поэтому для пингвинов, и, кстати, не только пингвины, так вот у них есть проблемы. То есть, есть еще какие-то типы птиц, не типы, а, как сказать, виды разновидности птиц, которые либо не получается окольцевать по каким-то причинам, либо это нежелательно делать, потому что они стрессуют, или начинают пытаться оторвать это кольцо еще как-нибудь. В случае пингвинов используются метки других типов, в том числе и электронные, кстати говоря. То есть, ставят кольца, но не на лапы, а на крылья, что на самом деле тоже не на пользу птицам, как показал недавнее исследование, у них снижается выживаемость. Они живут меньше и хуже, если их окольцевать. Ставят метки на спины, тупо краской, буквально. А еще иногда электронные, вот как домашних животных сейчас метят, электронные такие маячки под кожу. Чипирование такое, в буквальном смысле. Иногда к пингвиньям спинам в буквальном смысле приклеивают спутниковые трекеры, как я уже упоминал выше. И это позволяет отслеживать перемещение буквально в реальном времени. Сразу целую кучу особей можно пометить. А еще их снабжают камерами. Редко, но бывает, такие эксперименты проводят. А для того, чтобы поставить на пингвина камеру, его нужно поймать, снабдить камеры, отпустить, потом опять найти, поймать, снять камеру. Но, тем не менее, это делают. И, кстати, сказать, тут самое смешное чего, что вот картинка с той странной заставки, она в буквальном смысле демонстрирует, как выглядят метки на крыльях пингвинов. Так как при приближении потенциальной опасности начиналась такая паника, чтобы пингвины разбегались, бросая яйца и птенцовку. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что информацию из Википедии нужно перепроверять. То есть, как отправная точка для поиска, это нормально. Хороший источник такой, как дайджест. Ссылки там, упоминания и так далее. А вот как конечный пункт поиска в Википедии уже не очень, извините меня. То есть, в данном случае мне не удается найти подтверждение слов о паникующих пингвинах. То есть, при каких условиях они начинают паниковать. Может быть, там к их стаду кто-то бросился, размахивая руками с дикими воплями. Но в такой ситуации даже лев обосрется, извините меня. Почему пингвины вдруг должны паниковать? Непонятно. У них нет страха перед человеком. Само это высказывание взято из статьи некоего Александра Мескова «Чудо в перьях», опубликованных в журнале экспедиции в 2005 году. Мне даже не удается найти, кто такой этот Александр Месков. Ну, то есть, Александров Месковых в интернете много. Но кто это конкретно? Непонятно. От статьи не осталось текста. Даже от самого журнала. Даже обложки нет, извините меня. Вот только какие-то косвенные упоминания. И все. Больше никаких подтверждений. Ну, наверное, мировая закулиса скрывает. Это нам говорит о том, что на самом деле перемещение императорских пингвинов скорее всего у ученых вызывает очень большие затруднения. Скорее всего у ученых это не вызывает таких прям больших затруднений. Какие-то да, но не принципиальные затруднения. Потому что пути миграции, как мы выяснили чуточку раньше, все-таки отслеживаются. То есть они могут установить, где располагаются их колонии, увидеть стаи охотников в море. Но на самом деле поместить, окольцевать его либо поместить какой-то датчик перемещения видимо практически невозможно. Практически возможно, потому что именно так пингвинов и не только императорских и отслеживают. Мы не можем полагаться на то, что перемещение императорских пингвинов хорошо изучено. И вот пока вы, возможно, гадаете о том, какой вывод из всего вот этого можно сделать, я не откажу себя в удовольствии, чтобы пустить следующий фрагмент исходному видео сначала только звуком, без картинки. Я подвела небольшой результат нашему исследованию. Давайте вспомним ту информацию, которую мы с вами посмотрели, и подведем небольшой итог. Пингвины-птицы. 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 Можики-то не знают. Понимаете теперь? Прочувствовали? Это даже не какой-то там передний край науки. Это перед ним не фазовый переход, а квантовый, понимаешь, скачок. Во дворе сейчас у нас 21 век, И вот, наконец-то, ведущие теоретики и светило мирового масштаба в области прикладной пингвинистики наконец-то совершили решающий прорыв в деле понимания того, кто такие вот эти, понимаешь, пингвины. А это, оказывается, птицы. О как. Пингвины-птицы. Они живут на суше, а охотятся в воде. Но все-таки живут они на суше. И 10 месяцев в году они проводят на суше. В среднем. Нет, на суше они проводят значительно меньше времени, потому что питаются они только в воде. А на суше в Антарктиде жрать пингвину нечего. Нету там такой специфичной для него еды. Раз, что только других пингвинов, но про такие случаи я не слышал. Может быть? Ну, вряд ли. А даже самый стойкий пингвин вряд ли выдержит 10 месяцев без еды. Они живут группами. Они не одиночные животные, птицы. Ареал обитания – места размножения. То есть мы сейчас дальше посмотрим ареал обитания императорских пингвинов, и мы увидим, что это те места, где они создают колонии для размножения. Ареал обитания и места размножения – это вообще-то две большие разницы. Это во-первых. А во-вторых, ареал – это уже обитание. То есть ареал обитания – это, извините, какой-то автоваз. Масло масляное. К примеру, если клинит на пингвинах, есть еще зеленые морские черепахи. В местах размножения – это некоторые побережья. Острова какие-то, еще где-то, какая-то Коста-Рика и так далее. Вот они там могут размножаться. И туда, собственно, они за этим и приплывают. Но ареал зеленой черепахи – это почти что полный объем Атлантики и Тихого океана. Они не заплывают только в самые экстремальные широты. Они есть повсеместно по всей Земле вдоль экватора. Вот так вот. Аналогично и с императорскими пингвинами. То есть, как и многие другие птицы, размножаться они могут только на суше. Причем в определенных местах, где у них колонии, видимо, просто там проще из воды вылезти как-то так. Но несмотря на такую географическую привязку к каким-то точкам, они обитают в широкой полосе океана вокруг всей Антарктиды. То есть, они встречаются в этой полосе повсеместно. Но это не значит, что за пределами этой полосы их никогда не бывает. Нет. Они, во-первых, иногда, очень редко доплывают до более северных островов, как уже вышеупомянутая Южная Георгия. Так даже бывают какие-то уникальные случаи. Но это, если повезет их зафиксировать. Вот как, например, в 2011 году, когда совершенно очумевшего, обессилевшего от жары, от истощения императорского пингвина нашли на берегу Новой Зеландии. Как он туда попал, неизвестно. Ну, вот, живой доплыл и там упал просто обессилевший. В желудке у него там какой-то мусор. Его обследовали, вылечили, выходили, назвали Happy Food, как в мультике, там, 2000 какого-то года. И поставили ему на спину спутниковый трекер. На всякий случай. Выпустили в море, в надежде на то, что пингвин сообразит, куда ему плыть. Но как-то он не особо так хорошо сообразил, что через 8 дней сигнал трекера исчез. Ну, предполагается, что он просто отвалился. Потому что он на клею на перьях. И через какое-то время этот клей растворяется и все. Но, как знать, в тех водах живут хищники, о существовании которых антарктические пингвины в принципе ничего не знают. Так что, возможно, он встретил что-то, что, в общем, вот и все. Возраст репродуктивной активности императорского пингвина это примерно 4-летний возраст. Не-не-не. Это зависит от пола и состояния, от физического состояния птицы. Как мы уже ранее выяснили, в особо запущенных случаях этот возраст может доходить до 8 лет. И, кстати, живут пингвины где-то лет 20. А есть не особо надежные данные о том, что их возраст может достигать 50 лет. Ну и последний пункт. Перемещение птенцов до 4-х лет, скорее всего, не изучено ученым. Офигеть, какая прочная аргументация. Ты смотри. Скорее всего, может быть, как-то так, да кто же его знает. А если изучены, то что будем делать, а? В связи с тем, что не удается оприцевать императорского пингвина, как мы только что с вами выяснили. Как мы только что выяснили, пингвинов отслеживают. Просто другими методами. Когда 10 лет назад я посмотрела этот фильм и услышала этот вопрос, он, конечно, остался у меня в памяти, как такой любопытный факт, который было бы интересно исследовать. Но, зная о том, что Земля наша шар, и, собственно, деваться им некуда, у меня были такие мысли, что ну где-то они плавают, ну где-то они бывают. Так оно и оказалось. Просто теперь неопределенность этого где-то меньше. Но форма планеты от этого не перестала быть шарообразной. И вот последний год, только изучая вопрос плоской Земли, я подумала, что, наверное, может такое быть, что им есть куда деваться. Пингвинам есть куда деваться и на шарообразной Земле. Я с сайта Википедии скачала карту ареал обитания императорского пингвина. Красным отмечено это их ареал обитания в смысле охоты, то есть дальше, ближе к экватору они не заплывают. А зеленым отмечено это тот ареал, где образуются колонии для размножения. Нет, красным обозначен ареал, а зеленым места размножения. Это не два разных ареала, это один ареал. И я решила взять в карту плоской Земли. Смелый поступок. А родственники, друзья, сослуживцы, соседи в курсе вашей недееспособности? То есть азимутальную проекцию. Так азимутальная проекция это карта плоской Земли. Ясно. Ну, вообще, я уже не в первый раз сталкиваюсь с этой хохмой в связи с чем у меня возникает закономерный вопрос. Здесь я могу немножечко ошибаться, но что-то мне подсказывает, что азимутальную проекцию начал активно форсить тот же самый Меркатор, который обогатил культуру еще и цилиндрической проекции имени себя. Карты в проекции Меркатора очень распространенная вещь, и они хорошо изображают области, которые относительно недалеко от экватора, потому что чем выше, чем дальше мы поднимаемся от экватора, тем сильнее искажается проекция сферы на цилиндр. Полюс в такой проекции изобразить вообще невозможно, ни северный, ни южный. То есть он оказывается на бесконечном расстоянии. Соответственно, столкнувшись с этим затруднением, Меркатор, как его звали там, Герхард, Герард, что-то такое, немец какой-то, столкнувшись с этим затруднением при попытке нарисовать карты Северного Ледовитого океана и все, что там находится, Меркатор был вынужден изменить своей любимой цилиндрической проекции и использовать азимутальную, в которой как раз наоборот, приполярные области получаются очень хорошо, а вот все остальные уже не очень хорошо. Чем дальше от полюса, тем сильнее искажение. Соответственно, если азимутальная проекция это карта плоской земли, тогда любая карта в цилиндрической проекции будет картой цилиндрической земли. Хм. и перенести вот этот зеленый ареал обитания, то есть нахождение колоний. ареал обитания, мест колонии нахождения размножения. На азимутальную карту. На азимутальную карту. На азимутальную карту. На азимутальную карту. Давайте посмотрим, что получилось. Почти наверняка получится очередной образец творчества душевнобольных. вы можете поверить мне а можете сделать эту работу самостоятельно ну вот так и есть шизофрения основной зеленый ареал обитания места размножения у нас получается в районе африки и налево направо от африки это основной ареал обитания это места размножения причем до ближайшей точке африканского континента оттуда более 3800 километров что как-то уж слишком дофига чтобы говорить что это в районе африки это антарктический полуостров он называется так всякие южные шетландские не не шо а шетландские острова земля грейма земля палмера элсуэрт и куча еще всяких названий длина этого полуострова примерно 1300 километров между прочим и относительно недавно там неожиданно обнаружили крупную колонию пингвинов одели никто не знал что они там есть вот внезапно обнаружились прятались каким-то образом то что труднодоступный район и животным там спрятаться как нефиг делать это к вопросу о том куда они могли деться да куда угодно и вообще почему плоскоземная орнитология игнорирует других пингвинов я уж молчу про другие виды птиц и вообще живых существ почему именно императорский пингвин я догадываюсь почему но вот ну все таки и буквально несколько колоний это лаконичности австралии ну то есть земля виктории море роса и все такое прочее понятно да оттуда до австралии до тасмании точнее несколько тысяч километров то есть зависимости от того откуда считать если от виктории то где-то там примерно 4000 километров если от каких-то более близких областей антарктиды тогда там где-то две с половиной тысячи километров ничего себе в районе австралии вот так вот а вообще по состоянию на 2012 год распределение известных на тот момент колонии императорских пингвинов выглядело примерно вот так изображение взято из научной статьи ссылка на который будет в описании под видео с того времени конечно же что-то поменялось то есть какие-то колонии погибли из-за движения и разрушения ледников вот как в 2016 году произошел грустный случай когда забыл название короче крупный ледник откололся раскрошился а там как раз мелкие птенцы еще вот не готовы к самостоятельной жизни и все новое поколение пингвинов погибло целая большая колония погибло в одночасье взрослые они конечно выживут от птенцов ничего не осталось но однако в 2012 году было обнаружено две новых колоний то есть за счет того что лед сдвигается иногда там может берег освобождаться или еще чуть-чуть и пингвины пользуясь случаем могут организовать новую колонию то есть если они обнаруживают какое-то место где можно вылезти по пингвине куда-то забраться там на берег что оттуда можно слезть и залезть там рано или поздно появится если не императорские пингвины то какие-нибудь другие так точно вот и как эти колонию находит очень просто смотрят на состояние льда со спутника то есть большая птичья колония не только пингвине она оставляет за собой что срать и этот срач прекрасно видно из космоса туши огромные поля этого гуано они специфическим образом отражают свет естественно убедиться со спутников в том что это гуано оставили именно императорские пингвины невозможно но на этот случай есть еще и возможность туда доплыть или доехать чтобы посмотреть хотя бы в бинокль кто там живет вот этот большой промежуток у нас почему-то колониями не занят этот большой промежуток на самом деле занят колониями просто может быть они встречаются там либо не настолько часто как в других местах либо они не настолько велики чтобы на общей карте вот создать какой-то вот такой интенсивный такой отклик но так-то они там есть и в качестве примера можно привести колонию на леднике дибл численность по данным за 2015 год численность императорских пингвинов на этой колонии или и в этой колонии оценивается в 12-13 тысяч пар что при общей численности вида в 238 плюс минус тысяч ну это солидный такой пингвин не город на самом деле это не настолько большой промежуток чтобы там вообще не было колонии просто их там меньше чем других местах и по-моему я это уже говорил так же как и красная область на этой карте не означает что пингвины внутри этой области есть а снаружи их вообще нет нет это не так то есть но об этом я уже тоже говорил но почему вот здесь такой разрыв большой я сначала не поняла и сначала не поняла и потом тоже не поняла потому что там не было ни единого разрыва я сначала не понимаю а потом я вспомнила про фильм аргентинских ученых каких ученых аргентинских аргентинских я про таких не слышал ну то есть в данном контексте слышал зато про бразильских их нашумевшее кино конвекс и с того же самого момента как вышел этот фильм известно детально что не какие-то не ученые а артисты и фокусники мягко говоря то есть они сами себя называют учеными и видимо это их делает учеными то есть так же как вот так же как это бейсболка делает делает меня будущим президентом россии ну а кто спорит у меня же есть такая бейсболка значит я будущий президент россии все доказано так же как бы с того же самого времени как вышел этот фильм есть целая куча обзоров разборов объяснений где как они наврали они наврали практически в каждом утверждении сейчас я не буду на это отвлекаться ссылка на один из таких разборов будет в описании под этим видео и это известно уже несколько лет как не знать об этом можно только в случае если не искать это то самое пресловутое критическое восприятие в варианте плоскоземов и тот проект плоской земли который они в конце фильма показывают такой модель и они нам показывают что в каком-то месте к нашему кругу земельному примыкает якобы другая земля якобы якобы другая земля так мне послышалось рискну предположить что мадам настолько глупа что она не знает что слово якобы используется для выражения сомнения в достоверности чего-либо якобы выиграл в лотерею а на самом то деле украл такого типа иначе бы она не использовала в своих дальнейших рассуждениях ссылки на якобы данные якобы полученные этими якобы учеными которые якобы доказали что земля дескать плоская позорище даже даже в этом они фейлят и кстати если бы говноид это не геоид это говноид от бразильских ученых действительно был бы реальной моделью настоящей плоской земли то это бы означало что над тем вот аппендиксом который они прилепили где-то сбоку всегда была бы вечная ночь солнце то оно вот оно где ходит вокруг северного полюса типа а туда откуда свет попадет да ниоткуда значит там темно либо там какое-то свое солнце но тогда бы мы его видели короче проблемы с этой моделью которая отделена от нас в здании Антарктиды и там якобы находятся другие континенты ты смотри опять это якобы вот дела да то есть плоскоземные и якобы орнитолог якобы выражает якобы сомнения в словах плоскоземных же и якобы географов как страшно жить я не могу и тут мне пришло в голову сравнить вот эти зеленые точки сравнить с тем с той моделью плоской земли которую сделали аргентинские ученые так все таки значит аргентинские а может колумбийские я слышал научная школа в колумбии необыкновенно сильна а может боливийские у них там насколько я помню традиция такая кустики такие веселые выращивать или может быть перуанские у них там грибы всякие или мексиканские с кактусами вот эти вот самые интересные у них кактусы есть такие которые позволяют так сказать совершать научные прорывы аргентинские ученые и давайте посмотрим что получилось я сделала стриншот с видео этого аргентинского фильма на скриншоте написано Бразилия как взрослый человек может быть настолько тупым объясните мне у нее же избирательные права есть наверняка у нее дети что самое ужасное может быть она работает еще где-то что самое смешное кинцот называется Convex Earth а если вдруг кто не знал то слово Convex переводится как нет не плоское выпуклое довольно трудно было уловить момент когда слегка видна вот эта модель на сайте этих аргентинских ученых есть несколько изображений с вот этой же штукой в разной степени готовности там покрашенное здесь не докрашенное а там покрашенное слегка получше качеством и можно было бы не корячиться со скриншотами из фильма ну да ладно и кстати повторяю никакие они не ученые а продавцы змеиного масла в лучшем случае тут очень трудно было мне разобраться где какой континент как то они у них немножко по другому расположены чем мы привыкли тут очень трудно разобраться тут очень трудно мы привыкли ладно продолжай но я все таки поняла что вот это Африка вот это Южная Америка и вот это видимо Австралия я нанесла также зеленые точки в совершенно произвольном порядке потому что вот этот вот хвост по идее это как раз тот самый антарктический полуостров и есть а там тоже присутствуют колонии подлых пингвинов там там где они у меня получились на азимутальной карте посмотрите что получается получается что вот этот разрыв у нас большая его часть вот тот который вызывал мои вопросы это как раз тот перешейк который нас через Антарктиду соединяет с вот этой неизвестной землей терринкогнито а если учесть что еще не было ни единого разрыва то на таинственном перешейке отделяющем наш мир от мира вечной ночи тоже есть колонии пингвинов собственно ведь это они же охраняют ледяную стену от нашествия независимых мыслителей не так ли терринкогнито да это потрясающе да вообще обалдеть правда никакого отношения к действительности не имеет но кого волнует такие мелочи то есть получается наши императорские пингвины в основном живут до перешейка что-то немножко после перешейка а также на перешейке ну и две-три колонии у них вот видимо где-то в этой области может быть их и нет могут быть могут быть могут быть а может быть и есть а может быть а может быть пингвины не существуют ведь ну а кто видел настоящих-то пингвинов я не видел ни разу в жизни если мне кто скажет что он видел а я скажу а докажи а предъяви мне доказательства того что ты видел настоящих пингвинов доказательства должны быть независимыми и опубликованными в научном рецензируемом журнале нет таких доказательств значит ты не видел никаких пингвинов значит и пингвинов не существует и когда я уже записал этот материал то узнал что Саймон Ден выпустил обзор на видос некоего Ханса Вормхета утверждающего что пингвины это фейк потому что кстати это объясняет почему такая таинственность вокруг этих самых птенцов потому что пингвинов сразу на заводе это роботы все объясняет они же с пулеметами в руках защищают ледяную стену вот это все все сходится ну либо это все фейк наса си д ай ай на самом деле смотрите судите сами в чем же состоит моя версия о ну наконец-то мы подошли к какой-то версии не прошло и или уже прошло сколько там прошло то теперь уже теперь уже моя версия о том где же проводят 4 года своей жизни птенцы до того как вернуться в эти места размножения императорских пингвинов пришло время второй раз задать тот вопрос которым я сотрясал воздух чуточку ранее а почему собственно свет клином сошелся на императорских пингвинах почему мадам орнитолог так к ним прикипела мне кажется ну да там она конечно посмотрела какой-то фильм в далеком прошлом он запал ей в память вот с тех пор она так сказать переживает за рано взрослеющих птенцов которые мигрируют и их так тяжело отслеживать но как мы выяснили тяжело это еще не значит что невозможно их отслеживают и в путях их миграции нету ничего странного то есть они плывут вслед за своей едой туда где теплее там отжираются и приплывают потом обратно уже повзрослевшими все нет никакой тайны но есть еще один вариант ответа почему мадам так интересуется императорскими пингвинами потому что она про других ничего не знает как мне кажется они проводят время вот тут видимо есть какие-то либо под водой во льдах проходы либо что-то они знают какие-то пути попадания туда ну смотрите примем за рабочую эту гипотезу о том что антарктида это не континент а на самом деле некая кольцевая шиворот на выворот вывернутая структура такая кольцевая стена где с одного бока к ней пришпандорина какой-то вот нашлепка какая-то аппендикс говноиду имени аргентинских ученых и вот эта граница между нашим миром и тем она какая-то полупроницаемая и сквозь нее могут проникать пингвины ну допустим и это значит что значит пингвины туда уплывают на несколько лет потом возвращаются такие отожратые довольные да и готовые к вступлению в половую жизнь а это значит что там присутствует типичная пингвинья кормовая база тот же самый криль те же самые анчоусы те же самые кальмары и медузы как минимум а из этого что следует что на самом деле присутствуют все этажи вот этой вот пищевой пирамиды потому что перечисленная еда для пингвинов она тоже живая тоже кушать хочет а значит там вот все это вниз точно так же как в нашем мире и достроено присутствует в количествах и пингвины вот отжираются и потом им хорошо ладно но из этого следует что раз туда могут попасть пингвины и там много еды то из этого следует что обязательно о таком изобилии прочухают и другие живые существа которые питаются примерно тем же самым то есть например какие-нибудь рыбы которые питаются тем же самым крилем какие-нибудь тюлени киты там и так далее и то подобное все это будет туда плавать на харчи и значит будет наблюдаться такая картина что вот например косяк какой-нибудь рыбы подходит к антарктиде упирается в ее берег и так и исчезает полностью неизвестно куда а потом проходит какое-то время они там допустим ну они туда туда через стенку просочился это косяк рыбы там выжрал все что можно выжрать да и почувствовал что так сказать что-то стало голодать просачивается обратно в наш мир то есть через несколько лет допустим так и нарисовался новый косяк с пустого места ну допустим там же и дальше поплыл и такое должно наблюдаться не единично случайно как-то вот где-то там произошло а регулярно каждый год наблюдаем мы такие явления я вот что-то про это не слышал поправьте меня если я ошибаюсь но это еще не все смотрите раз там есть нижние этажи пищевой пирамиды раз там есть те же самые жирные пингвины та же самая рыба косяками ходит да значит обязательно хищники прочухают про такое дело и постепенно там достроятся еще и верхние этажи все той же самой пирамиды вплоть до косаток ну если они могут пройти подо льдом там же где пройдут пингвины ну они скорее всего пройдут там же не ситечка правильно значит там и здесь для пингвинов на самом деле будет совершенно одинаковые условия что здесь их жрут что там их жрут что здесь еду нужно искать что там нужно еду искать потому что там появится еще и пищевая конкуренция и так далее то подобное хищники болезни и все такое прочее а раз там так же как и тут то нафига туда плавать вообще ну ладно допустим это полупроницаемая мембрана или как ее назвать это перегородка она пропускает только императорских пингвинов и их еду и больше никого то есть ни конкурентов ни хищников ничего там нету только императорские пингвины и криль например там вот завались там все можно там все из криля там и даже горы и даже аллах все из криля и идеальный рай для пингвинов допустим правда возникает вопрос нафига ну ладно хорошо но это значит что там пингвины не имея никакой конкуренции живут абсолютно сытой довольной жизнью им там хорошо они там взрослеют становятся полувозрелыми и так далее зачем им из тех идеальных условий возвращаться в наш мир где холодно хищники болезни конкуренция и так далее существование такого аппендикса куда могут попасть пингвины и где им хорошо стало бы заметно в том виде что туда бы переселились все пингвины а этого не происходит то есть на самом деле нету ни одного проявления которое следовало бы из существования такого аппендикса с полупроницаемой перегородкой между нашим миром и тем нету ни одного наблюдаемого следствия из этого всего а миграцию молодняка императорского пингвина ученые вполне себе успешно отслеживают в общем что вполне логично потому что наш мир отнюдь не вот этот вот говноид наш мир это шарообразная планета видимо есть какие то либо под водой в альдах проходы либо что то они знают какие то пути попадания туда но мне кажется картина вполне логичная картина индуцированного бредового расстройства судя по всему тетенька и раньше была не особо то крепка умом а тут ей еще плоскоземые по ушам поездили и крышечку окончательно сорвало с резьбы а как вы думаете мне будет очень интересно извините что у меня плохой звук я не блогер свое видео я планирую отправить Германикусу Евгению для того чтобы он либо сам эту теорию как то посмотрел либо переозвучил мое видео либо использовал его как фрагменты в каком то своем видео вот подтверждение диагноза даже искать не пришлось надеюсь этот мерзавец Германикус доволен тем что сломал мозги очередной доверчивой жертве также я призываю всех кого заинтересовала эта теория только никакая это не теория а бессмысленная и нелепая выдумка очень глупого и невежественного человека по имени Светлана как ее там призываю пользуйтесь пожалуйста можете использовать мое видео можете записать свое как бы со своими размышлениями собственно этим разрешением я и воспользовался на этом данный выпуск и данный сюжет завершается всем всего хорошего мракобесие не проплывет невероятно мы еще 2 камера 1 м 2 2 3 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА